Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника 16 сентября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. Из четырех свое место сохранил только один. Мэр Сочи назначил новых глав районных администраций. В России запретят умерщвление бездомных животных, а сам процесс отлова теперь надо будет снимать на видео. Сочинских отцов приглашают принять участие в региональном конкурсе «Папа года Кубани». Он пройдет впервые. Все стихии под куполом цирка. В Сочи с успехом прошла премьера новой программы «Цирка на воде». В первую очередь проблемы сочинцев. Алексей Капайгородский расставил приоритеты для сформированной команды. Сегодня глава курорта провел первое рабочее совещание с вице-мэрами и новыми главами районов. Основная задача – выстроить работу так, чтобы в первую очередь решить социальные вопросы сочинцев. Участие в федеральных и краевых программах для строительства школ и детских садов обязательно. Отметил Капайгородский и то, что в каждом районе будет создан общественный совет при главе района. Туда входят все люди по отраслям. Кто занимался когда-то здравоохранением, кто занимался когда-то проблемами ЖКХ, кто просто является общественным лидером, лидером общественного мнения. Мы сейчас опираемся на территориальное общественное самоуправление. Страиваем вертикаль власти, чтобы население всегда участвовало во всех мероприятиях, принимало решения во всех проблемных вопросах. Мы продолжаем систему, которая работала здесь, и мы видим, что она успешно работала. Это по четвергам выезд по районам, объезд проблемных территорий, и после этого встреча с активом района, так называемый сход граждан. И по субботам будет личный прием. На планерке мэр представил и глав района. В свою должность главы Хостинского района сохранил Павел Колопотовский. Адлерский район возглавил Валерий Кокарев, который ранее был главой Краснополянского сельского округа. Администрацией Центрального района теперь будет руководить Александр Белозеров. Ранее он был директором МУП «Сочи-Свет». В Лазаревском из заместителя в главы района перешел Олег Бурлев. Новоиспеченным руководителем мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил оптимизировать работу и кадровый состав. Сформировать команду профессионалов, новые главы районов и вице-мэры должны до 20 сентября. В созданные общественные советы войдут и ветераны. Сегодня встречу с ними провел мэр-курорт Алексей Копайгородский. На встречу в администрацию пригласили все ветеранские организации города. Алексей Копайгородский отметил, что представители старшего поколения должны войти в районы и общественные советы, помогать в так называемых «малых делах», указываясь на проблемы и вместе искать пути их решения. Я смотрю, что вы начинаете свою деятельность именно со встречи нашей ветеранской организации, которая в основном связана с социальной жизнью населения и патриотическим освещением. Я надеюсь, что с вашим приходом мы выражаем надежду, что и впредь в нашем совместном месте работе будет, кажется, работать в униссоне. Алексей Копайгородский выслушал предложения ветеранов. Пожилые сочинцы озвучили самые острые проблемы, в их числе работа автобусов, транспортная логистика, станаторные путевки, обследования в городских и краевых медцентрах. Также подняли вопрос о необходимости ремонта помещений советов ветеранов. Было отмечено, что в некоторых микрорайонах их нет вовсе. Алексей Копайгородский подчеркнул, что каждая из озвученных проблем будет решаться адресно. Система работы у нас очень простая. Она будет ориентирована на пожелания, на наказы вас всех. Каждый из вас лидер общественного мнения, каждый из вас лидер своего движения, узнаваемый человек. Мы за преемственность поколений, для нас это очень важно. Для нас это очень важно, потому что есть самое главное – три веления времени. Прошлое, настоящее, будущее. Зная прошлое, можем сформировать настоящее и запрограммировать себя уже молодое поколение на будущее. Также на совещании обсудили программу празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Алексей Копайгородский пообещал выслушать все предложения и пожелания ветеранов. Программу сформируют в ближайшее время. Реализация национального проекта здравоохранения – ключевая тема форума «Биотехмед». Он открылся сегодня в Геленджике. Новейшие медицинские разработки от отечественных роботов-хирургов до вакцин против рака были представлены на выставке в рамках деловой площадки. Достижения ученых оценили глава Минздрава страны Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как обеспечить запросы и потребности национального проекта здравоохранения обсуждали уже на пленарной сессии. В частности, речь зашла о качестве и доступности первичной медицинской помощи. Вклад не менее 50% вносит в совершенствование первичного звена здравоохранения. То есть того звена, где сконцентрированы все виды профилактики от популяционного и здорового образа жизни, индивидуальной первичной, диспансерного наблюдения, вторичной профилактики и, кроме того, ранний диагностический скрининг, выявление заболеваний на самых ранних этапах. Национальный проект здравоохранения дает возможность выстроить как можно более тесное взаимодействие. И я хочу также поблагодарить Министерство здравоохранения. Вы формируете задачи, наше предприятие с нашей поддержкой уже разрабатывает и реализовывает это на практике, в производстве, ту продукцию, которая будет востребована. Реализация профильного нацпроекта предполагает развитие высокотехнологичной медицинской помощи, от уровня которой будет зависеть состояние здравоохранения в целом по стране. Однако, как отметил глава Кубани, важно, чтобы инновации и новые технологии пришли в первичное звено, самое близкое к людям. Первичное медицинское звено должно оказать, на наш взгляд, первую медицинскую помощь, поддержать здоровье по итогам или по результатам уже лечения, ну и, конечно, диагностировать. И вот здесь, я думаю, что первичное медицинское звено должно быть оснащено той медицинской аппаратурой, медицинским оборудованием, которое именно будет отвечать этим запросам. А дальше, безусловно, уже высокотехнологичные клиники регионального уровня, либо городского уровня. И здесь мы, конечно, в первую очередь смотрим, насколько есть возможность у регионов приобрести то, что здесь является предметом обсуждения. Вы сказали о национальных проектах. Вот они и помогают сегодня, национальные проекты, регионам покупать высокотехнологичное оборудование. Только в этом году по нацпроекту «Медицина» Краснодарский край получил практически уже 3 миллиарда рублей. 3 миллиарда рублей, коллеги. Конечно, это возможность, о которой вчера еще нельзя было говорить. Сегодня это не просто возможность, это уже реальность. Благодаря реализации национальных проектов в Краснодарском крае вырос уровень экспорта медицинских услуг. Сегодня в крае в 15 учреждениях принимают иностранных граждан. За 8 месяцев этого года лечения в регионе прошли 4300 человек. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. 82 года исполнилось Краснодарскому краю. Регион с богатой историей официально появился на картах в 1937 году. Менялись эпохи, менялась страна и мир, но Кубань уверенно шла вперед, несмотря ни на что. Главные торжества прошли, конечно, в столице края – Краснодаре. 82 – пусть и не круглая дата, но размах у праздника поистине кубанский. В каждом из 44 муниципалитетов пышные торжества в честь любимого региона. Апогей же всего здесь, в столице Кубани – Краснодаре. Сотни людей от всего сердца поздравляют любимую малую родину и не стесняются выражать чувства. Мы живем здесь, радуемся, здесь нам все нравится. Краснодарский край – это душа, это песня, это судьба казачья. Цветы, красота, зелень, чистота. Это лучший край в России, и этот край, он дорог всем нашим жителям. Промышленность, образование, сельское хозяйство на десятках стендов, достижения региона в цифрах, картинках, видеофрагментах. Каждый находит на площадке что-то свое, что связывает его и Кубань. Здесь каждая площадка со своей тематикой, но и о кубанском колорите не забывает никто. Весь мир театр, а Краснодарский край – это что? Тоже театр. Причем большой театр. Помнят и о средствах массовой информации. Наши коллеги вещают в прямом эфире и зовут гостей в студию. Они знают о крае, кажется, все и видят, как меняются новости из городов и поселков в лучшую сторону. Я рад, что причастен к тому, что здесь сегодня происходит. И, пользуясь случаем, хочу всех жителей края поздравить с днем рождения Краснодарского края. Огромное количество гостей приглашено на день рождения. У каждого из них за плечами годы работы на благо края. Политики, общественники, творческие деятели, работники сельского хозяйства и промышленности. В холле и уже в зале они говорят о перспективах, инновациях и планах на будущее. Многонациональный, уверенный и сильный регион готов двигаться вперед, заявил со сцены губернатор. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что краю есть чем гордиться. Мы живем в уникальном, удивительном крае. Вы задумайтесь, вот сегодня мы можем признаваться в любви к нашему большому дому, к нашему краю и осознавать, какую роль он играет в нашей жизни. Нам очень повезло, что мы живем в этом удивительном, уникальном уголке России. Многонациональном, развивающемся, крепком, сильном. Принцип нашего края – движение только вперед, не отказываясь от своих корней. Мы помним наших предков, мы их чтим, мы храним память о них, о наших казаках, тем, которые подарили нам Кубань. И мы прекрасно понимаем те заповеди, по которым жили они, и сегодня должны жить мы. Это жить по совести, работать честно и делать все, чтобы Кубань стала еще более развивающейся, более богаче, еще больше достигала высот во всех отраслях экономики и сферах жизни. Мы хотим сегодня жить в комфортном, благоустроенном, безопасном, светущем крае. Давайте, давайте его такими делать. Мы это сможем. Других сынов и дочерей у нашей Кубани, у нашего края нет. Мы с вами и есть. С праздником, с днем нашего Краснодарского края. Спасибо. Пожалуй, главное, что сделало Краснодарский край таким, какой он есть за эти 82 года – люди. Лица, которые строили рисовые чеки, достигали спортивных вершин, с утра до ночи были в поле в разгар страды и прославляли любимый край на российской и международной арене. О кубанцах как одновременно фундаменте и двигателе современного края говорит губернатор. Нам сегодня есть чем гордиться. Мы сегодня можем говорить о том, что у нас на самом деле рекордный, даже не богатый, а рекордный урожай. Сегодня развивается экономика, промышленность, наши уникальные курорты. И можно перечислять практически все сферы экономики, сферы жизни. Мы можем гордиться нашими городами и станицами, которые меняют свой архитектурный облик. Людьми, людьми, главным богатством, я не раз говорил, нашего края. Мы сегодня можем гордиться, именно гордиться, что они у нас живут вот такие, на нашей Кубани, в нашем крае. Вот такие аграрии, селекционеры, спортсмены, учителя. Можно перечислить людей различных специальностей и профессий, которые влюблены в свое дело и безгранично любят наш край. Безгранично, кто бы что ни говорил. И желают его процветанию и развитию. Спасибо вам за это, в том числе те, кто сидит в этом зале. Сегодня Краснодарский край – это зона комфортного проживания и работы огромного количества людей. Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Но главное – это люди, которые проживают на территории края. Очень трудолюбивые, приветливые. И вот те заслуги в экономике Кубани, безусловно, это заслуги и победы каждого ее жителя. Видным политическим, общественным деятелям и простым труженикам губернатор вручил высокие награды. Орден почета министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею Переверзеву. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени руководителю местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрию Лебедеву. Второй раз звезду героя труда Кубани получил Владимир Бикетов. Человек для региона знаковый, легендарный. 22 года он возглавлял краевую законодательную власть. Теперь он в Совете Федерации и уже из Москвы следит за успехами родной земли. Четыре года подряд Краснодарский край устанавливает рекорды ежегодно, устанавливает рекорды по сбору зерновых культур. Стабильно высокие валовые сборы риса, развивается виноградарство, виноделие, производство ягод. Сегодня уже, в общем-то, стало привычным. Сентябрь половина, а мы в магазинах видим и клубнику, и малину. Поздравить край с 82-й годовщиной приехали гости не только со всего региона, но и России, и зарубежья. Все, кто связан с Кубанью и не забывает о малой родине, говорили теплые слова. Еще одну медаль героя губернатор вручил олимпийской чемпионке – спортсменке. Ирина Караваева в свое время получила награду за приверженность принципам честной игры. За то, что исправила судейскую ошибку на чемпионате мира. Знаменитая спортсменка, несмотря на все заманчивые предложения, уехать за границу или в Москву, осталась верна малой родине. Я здесь работаю, здесь моя семья, здесь родился мой сын. Вся моя жизнь связана с Карнадарским краем. Конечно, строительство спортивных объектов, строительство площадок. Спорт стал доступен каждому маленькому и большому жителю. И все наши жители, все наши дети увидели, как важно заниматься спортом. Аграрии, промышленники, рабочие и общественники – каждый из них влияет в разной степени на будущее региона. Награды находят и героев, которых нечасто увидишь в газетах или по телевизору. Скромные труженики, которые со стеснением рассказывают о своих достижениях. За многолетний труд на тракторе, вообще, я в совхозе больше 30 лет. 44 года у меня трудовой стаж, 44 года. Ну, я начинал от рабочего и получил три высших образования. То есть я всю жизнь в нашем крае. И я много поездил, но лучшее место я не знаю. Для таких гостей и концерт особенный на сцене лучший из лучших. Кубанский казачий хор, коллективы Краснодарской филармонии, Народный оркестр «Виртуозы Кубани». Впервые на сцене сводный хор из всех муниципальных образований. Здесь только милая душа, здесь не хочется крыша. А теперь мой край чудесный, а теперь мой край чудесный. После концерта губернатор посетил площадки районов, краевых организаций и ведомств. Фойе музыкального театра «Достижение края как на ладони». Высоты, которых достиг Краснодарский край к своим 82-м годам, не оставляют шансов сомнения. Сейчас можно с уверенностью сказать, что регион и дальше будет брать новые вершины во всех сферах жизни, пока его населяют такие трудолюбивые люди. И благодаря им уже следующее поколение, такое же разное по убеждениям и национальному составу, все так же уверенно и с радостью будет говорить «Мы…» «Мы любим Кубань!» К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Семнадцатого сентября в Сочи переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс семнадцать, плюс девятнадцать. Днем двадцать два, двадцать четыре градуса выше нуля. Температура морской воды плюс двадцать три. К другим новостям. В России запретят умерщвление бездомных животных. Правительство утвердило методические указания по обращению с ними. Документ подготовлен в рамках закона об ответственном обращении с животными. Его положения вступают в силу поэтапно. Полностью документ заработает в 2022 году. Согласно правительственному постановлению, региональным чиновникам предстоит регламентировать отлов бездомных животных способами, которые не приведут к увечиям, травмам или гибели животных. При этом должна вестись видеозапись отлова. Регионам предстоит определить условия транспортировки животных и сроки их передачи в приюты. В самих указаниях на этот счет говорится лишь, что транспорт должен оснащаться специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными, а также питьевой водой для зверей и аптечкой для сопровождающих. Теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, необходимо отвозить их в приют, где тех же собак или кошек будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют немотивированной агрессии, после всех этих процедур надо будет выпускать в прежние места обитания. Ранее в законодательстве большинства субъектов Российской Федерации не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что вызывало возмущение зоозащитников. После принятия закона единственным способом регулирования численности стала схема отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Акция по сбору опасных отходов прошла в центре Сочи. Экологическая акция проводилась в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия». За несколько часов в специальном пункте приема было собрано 20 старых термометров, 20 килограммов просроченных лекарств, 80 килограммов стекла, 90 килограммов батареек, 900 ртутных ламп, а также около 50 единиц вышедшей из строя бытовой и офисной техники. В следующую субботу акция продолжится. Опасные отходы предлагается сдать жителям Лазаревского района. Пункт приема будет работать 21 сентября по адресу улица Глинки, 4 во дворе районной администрации. А в последнюю субботу месяца, 28 сентября, подобный пункт будет открыт в Хосте. Сдать старые градусники, батарейки, иллюминисцентные лампы и другие потенциально опасные предметы быта можно будет по адресу улица 50 лет СССР, 17А. Во всех районах акция проводится с 10 до 14 часов. Организаторы напоминают, что акция проводится исключительно для физических лиц. У предприятий опасные отходы не принимаются, документы не предоставляются. 509-классников Краснодарского края сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода. Сегодня прошла государственная итоговая аттестация по первому предмету – русскому языку. В резервные дни дополнительного периода экзамены сдадут 458 9-классников из 28 муниципальных образований. 17 сентября пройдет ГИА по истории, биологии и географии. 18 сентября по математике. 19 по обществознанию, химии, информатике. 20 сентября день сдачи экзаменов по иностранному языку. А 21 по всем учебным предметам. В резервные дни имеют право сдать экзамены выпускники 9-х классов, у которых совпали даты экзаменов в дополнительный период. Выпускники, не пришедшие на экзамен по уважительной причине или не завершившие выполнение экзаменационной работы, также имеют право повторно сдать экзамен. Для них подготовлены 35 пунктов проведения экзаменов. Объективность процедуры обеспечивает 45 членов комиссии и около 100 общественных наблюдателей. Напомню, в этом году в Краснодарском крае гео сдавали 60 с половиной тысяч человек. Сочинских отцов приглашают принять участие в региональном конкурсе «Папа года Кубани». Он пройдет в Краснодарском крае впервые. В нем смогут принять участие и сочинцы, мужчины-отцы, достигшие результата в области развития и воспитания детей, а также организации, реализовавшие в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства. Выдвигать кандидатов на участие могут и физические, юридические лица, и общественные, и некоммерческие организации. Заявки принимаются по четырем номинациям. Многодетный отец, отец ребенка-инвалида, мужчина-учитель, лидер социально ориентированной некоммерческой организации. Проект реализуется при поддержке администрации Краснодарского края, а также фонда президентских грантов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября на сайте союзаотцовкубани.рф. Больше контактной информации на сайте fkt.com. Все стихи под куполом сочинского цирка. В минувшие выходные состоялась премьера новой программы «Цирка на воде» Шевченко-шоу. Представление прошло при полном аншлаге. С первыми зрителями в атмосферу волшебства погрузилась и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Корабль, плывущий под куполом цирка, водная и световая феерия в атмосферу морской сказки. Новая программа погружает зрителей с первых минут представления. Каждый номер масштабен и не только за счет художественного оформления. В некоторых сценах задействовано сразу около 30 артистов. Истории меняются одна за другой, причем все действия одновременно происходят в воздухе, на подиуме и в воде. Если номера гимнастов заставляют зрителей затаить дыхание, то клоуны мастерски разряжают обстановку и заставляют смеяться не только детей, но и взрослых. Сказочное шоу, что все происходит действие и в воде, и в воздухе. Нам очень нравится. Большое спасибо артистам. Мы под большим впечатлением. Я с детьми первый раз в цирке, поэтому очень большое впечатление нас произвело это представление. В общем, все очень достойно, красиво и великолепно. Номера с участием жонглера и акробата Константина Петюшова особенно запомнились зрителям. Гимнастика в тубе, невероятные трюки на шесте и новый способ жонглирования в такт музыки и закрытыми глазами. Такой номер существовал в 60-х годах, он в Канаде был основан. Но там была идея только в плане музыки, создания музыки. То есть он просто кидал один мячик и музыка. Я решил совместить обычный жонгляж, жонгляж вверх и добавить рикошетный. То есть обычно все привыкли, то есть вверх кидают, а тут упал, отлетел. И вот так репетировал сколько? Ну, наверное, 8 лет по 8 часов. Особую восторгу зрители, конечно, вызывают животные. Собаки, голуби, питоны, крокодил и главный герой программы – морской лев Боб. Он с удовольствием играет на публику вместе с дрессировщиком, показывает зрителям язык и застенчиво прикрывается плавником. Это шоу нужно увидеть. Гастроли цирка на воде продлятся в Сочи по 13 октября. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи завершился городской турнир по дзюдо памяти Якуба Коблева. На татаме спорткомплекса «Лазаревские закупки» и медали в разных весовых категориях боролись 144 дзюдоиста. Решение организовать турнир памяти заслуженного тренера СССР, лучшего тренера 20 века под дзюдо Якуба Коблева, было не случайным. Он родился в Лазаревском районе. Все тренеры-борцы спортшколы Олимпийского резерва номер 4 прошли знаменитую школу Коблева. Ранее турниры в честь выдающегося тренера проводились в Майкопе, Анапе, Ростове-на-Дону и других городах, а на исторической родине их не было. С этого года соревнования будут проводиться ежегодно, а в 2020-м станут краевыми, они уже включены в календарный план. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго!